Или пойди прочь Вот в молитве только что прозвучавшей Были такие слова Избравшие нас из среды народов Значит, а в этой главе Как раз и рассказывается о том Как Бог избрал Бог призвал Авраама И Ну, эта глава вообще такая Очень насыщенная Начинается с того момента Как Бог обращается к Аврааму И говорит, выйди из Уйди из земли твоей От родни твоей И из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе Я сделаю тебя народом великим Благословлю тебя Возвеличу имя твое И будешь благословением Я благословлю благословляющих тебя А проклинающего тебя проклину И благословятся тобою все племена земные Это момент, когда Бог обратился к Аврааму Призвав его к тому, чтобы он отделился От того места, где он жил От того круга общения От родственников своих И такой вот один интересный момент Который я тут вот хотел бы подчеркнуть Бог сказал Оставь Уйди от всего родства твоего Но он Все-таки взял с собой улота Неважно по каким причинам Но вот интересный момент Если вы проследите по этой недельной главе Значит Очень сильное развитие взаимоотношений Между Авраамом и Богом Произошло Именно тогда, когда Лот отделился от него Причем сама Тора подчеркивает Что вот тогда, когда Лот отделился Тогда Бог начал говорить Бог говорил в этом промежутке с Авраамом Но скажем так Очень сильных, очень ярких каких-то движений Таких вот не происходило До тех пор, пока Лот не отделился Это говорит о том, что Для Бога Очень важно, чтобы мы в точности Исполняли то, что Он говорит Помните, Он и Моисею сказал Сделай в точности то, что ты видел на горе Поэтому это такой вот момент Для Бога очень важно, чтобы мы Исполняли в точности, что Он говорит Чтобы мы ничего не добавляли от себя Не убавляли И может быть нам где-то это не совсем понятно Бывает, но лучше следовать тому Что нам говорит Господь Как вот, ну просто Как пример такой Сейчас вот моя дочь, она вошла Скажем так В зону активных нельзя Нельзя то, нельзя это Причем у нее это вызывает массу возмущений Особенно, когда, ну вот Какие-то моменты она уже поняла Что лучше этого не делать И она слышать нельзя И она тут же реагирует на это Причем был такой прикол Сейчас были в Кишиневе И встретились с Сеней поздыркой А он выгуливал свою собаку Мы там ходили, общались И вот он собаке говорит Нельзя, а Надя тут же раз На него реагирует Так было интересно, смешно это наблюдать Значит, при всем при этом Она не всегда реагирует И ее приходится просто физически останавливать И для нее это масса возмущений Для нее это ограничение свободы Но мы-то, как родители, понимаем Что эти ограничения имеют цель Обезопасить ее жизнь Ее движение Ну, вы сами понимаете Особенно те, у кого есть дети Это очень понятно Дети почему-то не всегда понимают Нельзя со стороны родителей Но лучше все-таки прислушиваться Потому что, как родители не желают злого своим детям Так Бог не желает зла нам И поэтому, если он что-то говорит То лучше-таки прислушиваться И сделать так, как он говорит Значит, в этой главе Также очень интересно раскрываются Взаимоотношения заветные с Авраамом Но об этом много говорилось И чтобы эту тему развить Нужно очень много времени Вот на что я хотел бы обратить внимание На такой простой момент Знаете, я так вот часто достаточно сталкивался С такой ситуацией К примеру Оля, жена моя, постриглась Значит, и спрашивает Я хорошо постриглась? Тебе нравится прическа? А я в этот момент чем-то занят Я даже не глянул на нее Говорю, да, хорошо, красиво, мне нравится Она возмущается Но ты даже не посмотрел на меня Такие моменты часто достаточно повторяются Вы знаете, я вчера был очень обрадован Что я нашел в Писании Объяснение этому поведению Которое, в принципе, должно удовлетворить и ее Я сейчас прочитаю Значит, и было, когда он, то есть Авраам Близко подошел к Египту То сказал он Сарай, жене своей Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом И когда увидят тебя египтяне, то скажут Это жена его и убьют меня А тебя оставят в живых Скажи же, что ты мне сестра Да бы мне хорошо было ради тебя И да бы душа моя была жива Через тебя И было по приходе Авраама в Египет Увидели египтяне эту женщину Что она весьма красива И увидели ее вельможей поро И похвалили ее поро И взята была эта женщина в дом поро Я вот это вот место прочитал Оле И говорю, скажи, пожалуйста Какое ты видишь, ну, вроде бы, логическое несоответствие В этом отрывке Значит, когда я, ну, дал ей парочку намеков Напомнив вот эти вот интересные случаи Значит, она увидела это несоответствие Смотрите, значит, Авраам говорит Я знаю, что ты женщина, прекрасная видом А далее он говорит Когда увидят тебя египтяне То есть, смотрите Постижение женской красоты мужем Происходит не через глаза Понимаете? Муж внутренне знает, что она красива И это ее внутренняя красота Она не меркнет с годами Значит, как подтверждение этому Я могу показать одно местописание Это значит, второе Коринфянам Так, второе Коринфянам Секундочку Четвертая глава Можно начать с 16 стиха Посему мы не унываем Но если внешний наш человек и тлеет То внутренний со дня на день обновляется Ибо кратковременное легкое страдание наше Производит в безмерном преизбытке Вечную славу Когда мы смотрим не на видимое Но на невидимое Ибо видимое временно А невидимое вечно Ну, и у меня, в принципе, было всегда такое понимание И я очень часто говорю своей жене Ну, знаете, у любой женщины, я думаю Вот бывают моменты, когда она начинает сомневаться в том Что она красиво выглядит Ну, нюансы какие-то такие И там, ну, не сделали ей комплимент вообще не по поводу новой прически Тут же начинаются вопросы А может прическа некрасивая Я говорю, скажи, пожалуйста А в Эдемском саду Каким образом Ева могла узнать, что она красива Зеркал не было Может быть, имела возможность общения с животными Но животные не могут постигнуть той красоты Которая открывается внутреннему взору мужчины Я говорю, послушай Единственным зеркалом для Евы в Эдемском саду Был ее муж, Адам Вот он смотрел на нее и говорил Но он, опять же, поймите, что в Эдемском саду У Адама действительно был этот внутрь проницающий взор И он постигал То есть он знал И вот Бог, смотрите, написано, что Бог не смотрит на сердце Бог не смотрит на внешнее Потому что Он видит, Он знает наше сердце Понимаете, одно дело знать, другое дело видеть глазами Потом, смотрите, опять же, в отношении тех же деревьев в Эдемском саду Когда мы прочитаем описание тех деревьев, которые там были Дерево познания добра и зла Внешне они ничем не отличаются Каким образом Адам отличал это дерево от всех других? Он знал Слово Божье в отношении этого дерева Поэтому он знал внутреннюю суть этого дерева И поэтому, когда Адам смотрел на свою жену Он знал ее красоту Когда Авраам смотрел на Сару Он знал, что она красива И поэтому, если мужчина действительно На жену смотрит таким вот своим внутренним взором Он видит ее внутреннюю красоту То неважно, сколько им лет Он ее все равно созерцает красивой Потому что он смотрит действительно на внутреннего человека И именно по этой причине Петр Это 1 Петра, 3 глава Сейчас я открою, тоже прочитаю Интересный отрывок Секундочку 1 Петра, 3 глава Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям Чтобы те из них, которые не покоряются Слову Житием жен без слова приобретаемы были Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие То есть, обратите внимание Спасение мужа Вот в такой вот ситуации Зависит не от того, насколько хорошо выглядит жена А от того, какого внутреннего человека Она ему представит Вот, да будет украшением вашим Не внешнее плетение волос Не золотые уборы Или нарядность в одежде Но сокровенный сердце человек В нетленной красоте Круткого и молчаливого духа Что драгоценно перед Богом Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога Украшали себя, повинуя своим мужьям Так Сара повиновалась Аврааму Называя его господином Вы дети ее, если делаете добро И не смущаетесь Нет какого страха То есть, видите, есть ряд мест писания Которые акцентируют внимание на том Что внутренняя красота Причем, я думаю, это касается не только женщин Но и мужчин Что внутренняя красота Это то, что драгоценно для Господа И мы должны смотреть друг на друга Божьими глазами Потому что, ну если Слово Божие говорит Что мы его дети Мы должны смотреть друг на друга Как на его детей А есть еще один интересный момент Это у нас в псалмах Это 44-й псалом Начальник ухора На музыкальном орудии Шашан Учение сынов Кореевых Песнь любви Интересно, это писал не Давид Значит, и это песнь Состоящая из двух основных отрывков Первая, в котором Восхваляется царь Во втором Восхваляется царица И можно было бы, конечно Предположить, что это Песнь, которая восхваляет Давида Правильно? Ну, потому что он был царем в то время Да, все нормально Значит Но, если мы почитаем внимательно То мы можем увидеть явные признаки Того, что это все-таки Не Давид, а Мессия И очень интересное описание Той женщины Которая стоит рядом с ним Значит Дочери царе Между почетными у тебя То есть, имеется в виду у Мессии Стала царица Одесную тебя В эфирском золоте То есть, смотрите Стала царица Дальше идет Слушай, тщерь И смотри И преклони ухо твое И забудь народ твой И дом отца твоего Здесь уже мы видим Что идет обращение От имени Ну, кто может Обратиться к женщине И сказать дочь Здесь уже идет Обращение отца И он говорит Послушай, дочь И смотри И преклони ухо твое И забудь народ твой И дом отца твоего А теперь давайте вспомним Как начинается Нынешняя недельная глава Уйди из земли твоей От родни твоей И из дома отца твоего В землю Которую я укажу тебе Такая вот интересная параллель Дальше И возжелает царь красоты твоей Ибо он Господь твой И ты поклонись ему И дочь Тира с дарами И богатейшие из народа Будут умолять лицо твое Вся слава тщери царя Внутри Одежда ее Шита золотом То есть, смотрите Для внешних Это выглядит прекрасно Но для жениха Важно Что же находится Внутри Этой женщины Вся одежда царя Тщери царя Внутри Одежда ее Шита золотом Причем, смотрите Как интересно Тут говорится Тщерь царя Хотя она же царица И она же Невеста В испещренной одежде Ведется она к царю За нею ведутся к тебе Девы подруги ее Приводится с весельем И ликованием Входит в чертог царя Вместо отцов твоих Будут сыновья твои Ты поставишь их Князьями по всей земле Сделаю имя твое Памятным в рот и рот Посему народу Будут славить тебя Во веки и веки То есть, я вижу В этом псалме Как раз таки Пророчески Вот то призвание Которое произошло В жизни Авраама Вот потому что Вот эти вот слова Перекликаются Вот слова этого Псалма Перекликаются То есть, здесь Идет описание Народа Божьего Который Произошел От Авраама Который Причем не только физически Но мы знаем Что все Дети Авраама По вере Которые откликнулись На Божий призыв Потому что Вот смотрите Тоже такая простая Цепочка размышлений Авраам по происхождению Был рамьянин У него не было Мамы с папой евреями Правильно? Они не были евреями Они были рамьянами И он был по происхождению Рамьянин Авраам стал евреем При всем при этом Вопрос Был ли Авраам Иудеем? Нет, не был Потому что Не было такого понятия Иудей на тот момент Был ли он Израильтянином? Нет, не был Потому что Не было такого понятия Но он был При этом евреем И кстати В этой недельной главе Он впервые называется Иври Авраам Иври Авраам еврей То есть Авраам Он не был По рождению евреем Он стал евреем И всякий Тот кто уверовал В единого Бога Как Авраам Тот кто доверил Свой жизненный путь Богу Тот кто уверовал В посланного им Сына Ишо Месси Тот в принципе Становится Иври Иврей То есть Переходит с одной стороны Бытия На другую сторону Бытия Уходит из мира греха И переходит В мир Божьего правления В мир Божьего царства Значит И поэтому В принципе Можно сказать Что всякий Верящий В единого Бога И в Ишо Мессию Является евреем При всем при этом Не утрачивая Свою национальность Но и при этом Не становится Ни иудеем Ни израильтянином Потому что Как раз таки Иудей И израильтянин Это Прямые Кровные потомки Того народа Который возник От Авраама Но Многие Из Не евреев Из иноплеменников Уверовавшие Они таки Становятся евреями И вы знаете Отсюда возникает вопрос А насколько правильно Утверждают Христиане Говоря А мы не евреи Там Ну и многие Вытекающие отсюда Вопросы То есть на самом деле Еврейство Определяется Божьим призванием Божьим предназначением А не происхождением И это очень важно Понять всему Христианскому миру Для того Чтобы мы смогли Стать единым народом Имея единого Бога Имея одного Мессию И иметь одно сердце Мы должны Эти вещи понимать И это должно быть Внутри нас И мы должны Заботиться Не о том Чтобы Отличаться Внешне друг от друга И наводить Вот эту вот Внешнюю красоту Но если мы будем Заботиться О Божьем О том Чтобы пред Богом Выглядеть достойно Так чтобы ему нравится Чтобы действительно Предстать Вот этой вот Невестой чистой И непорочной Я думаю Тогда многие проблемы Решатся просто Автоматически Все На сегодня Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok